Всем привет дорогие друзья, это Тотс и Мэл Ивэн, и сегодня я покажу тебе как получить новые бесплатные вещи в Роблокс. Обязательно смотри это видео полностью, без перемоток, чтобы у тебя всё получилось. Кстати, спорим, что ты не сможешь поставить лайк и подписаться на канал, делая это мизинцем всего лишь за 5 секунд. Для получения этой бесплатной вещи пиши поиски то же самое, что и написал я. Теперь заходи вот в этот плейс. Вот так выглядит страница этого плейса, и тут написано, что ты можешь получить новую бесплатную вещь. Заходим в игру. Кстати, ребят, советую вам побыстрее получать эту вещь, потому что скоро этот ивент заканчивается, и вы её больше никогда не сможете получить. Когда ты появишься на спавне, проходи вот в этот портал. Прямо сейчас РБХ3 раздаёт всем своим подписчикам бесплатные робуксы. И всё это максимально просто. Вступайте в их дискорд канал и приглашайте друзей. Чем больше друзей вы приглашаете, тем больше бесплатных робуксов получаете. На РБХ3 робуксы всегда в наличии, а купить вы их сможете по самому лучшему курсу 1 рубль равно 2,5 робукса. Переходите на сайт rbx3.io и их дискорд канал по моим ссылкам в закреплённом комментарии. Советую очень внимательно смотреть ролик и ни в коем случае не перематывать, потому что только тогда ты сможешь всё правильно сделать и получить эту вещь. Смотри, тебе нужно пройти этот лабиринт. Но в чём подвох? Там снизу бегают вот такие головы. Если они с тобой сталкиваются, то ты рассыпаешься. Поэтому нужно аккуратно их обходить и доходить вот до этого финиша. Это всё кажется, что очень легко, но на самом деле они очень быстрые и быстро меня ловят. Смотри, можно по ним просто прыгать поверху, но нужно быть очень аккуратным, потому что они зажимают в угол. Они бегут за мной. Вот это очень опасно. Смотри внимательно, как я это делаю. Тут есть такие чекпоинты. Так, всё, первый чекпоинт есть. Если вдруг они меня сожрут, то я появлюсь на этом месте. И мне не нужно будет начинать с самого начала. Тут нужно подняться вот по этой такой лестнице. Это даже не назовёшь паркуром. Но главное не упади, потому что смотри, они бегут... Мне интересно, они смогут? Ладно, давай не будем это проверять. Побежали быстрее, пока она нас не видит. Тут тупик? Нет, тут нет тупика. Смотри внимательно, как я это прохожу, и тебе будет намного легче это пройти. Это очень опасно. Это сейчас было очень опасно, но я, похоже, иду не в... Да, всё правильно, я иду в эту сторону, и я собираю ещё один чекпоинт. Так, побежали дальше. Внимательно только смотри, потому что я сам тут чуть не погиб только что. Надеюсь, у тебя это получится. Так, вот смотри. Тут их нужно немножко спроводить в сторону, и потом обойти. Вот она идёт за мной, а я беру, и вот это была ошибка. Возможно... Нет, всё нормально. Ты просто должен их обманывать, просто водить их вокруг, пока они... Пока они отвлекаются. Всё, я точно это пройду. Почти готово. Ещё одну контрольную точку я подбираю, и... Фу, главное, что если бы не было контрольных точек, я бы точно это не прошёл бы. Потому что, ну, это реально очень сложно. Смотри, какая большая куча. Смотри, что нужно сделать? Они сейчас под... А, они не подходят. Нужно их подманить как-то к себе. Ну, это очень сложно. Сразу говорю, это сейчас мега будет сложно. Но я смогу, я смогу, смогу, смогу. Ой-ой-ой-ой, это было ещё опаснее. Стоп, чего это... Ланочка, ребята, я повёлся. Это было... Чего? Я просто каким-то образом выжил. Я заблудился, походу. Я... Нет, я прошёл. Всё, это балдёж, это отлично. Я забираю бесплатную вещь. Чтоб её получить, просто... Ну, пересеки эту финишную черту. И мне уже дали два бейджика. Давай посмотрим теперь, как эти бесплатные вещи выглядят в игре. Ты просто посмотри, какую топовую анимешную толстовку мне дали. Огромное спасибо моему подписчику, который показал мне эту вещь. Ставь лайк, если она реально крутая. А сейчас я покажу, как получить целых 6 бесплатных предметов в одном плейсе. Пиши Creator Challenge в поиске. Теперь самое главное, не ведись на другие фейки и заходи именно в этот плейс. Вот так выглядит страница настоящего плейса и на нём 64 миллиона посещений. Нажимаем на кнопку «Играть». Вот ты появился на спавне и теперь тебе нужно пойти вот на эту плашку. Тут написано «Выиграть призы». Становишься вот на эту платформу и нажимаешь на клавишу «Е». Нажимаешь на кнопку «Я понял». Вот это тесты, которые нам с тобой нужно пройти, но не беспокойся, я тебе помогу с ответами. Нажимаем на самый первый. Публикация сохраняет вашу работу в интернете, поэтому вы сможете получить к ней доступ на любом компьютере. Это правда. Выбираем правильный ответ и нажимаем «Подать». Теперь давай перейдём к следующему вопросу. Чтобы переместить объект в определённом направлении, вы должны... Что же мы должны сделать? Насколько я знаю, то первый вариант является правдой. Выбираем его и нажимаем на «Подать». Как увеличить или выключить камеру? Тут я на самом деле не уверен, поэтому давай выберем второй вариант ответа и посмотрим, правильный ли он. Всё, отлично, это был правильный ответ, идём к следующему. Всё, я уже получил первую бесплатную вещь, мне дали бейджик и вот так она прикольно выглядит. Но это ещё не всё, потому что осталось целых пять вещей. О, кстати, привет моему подписчику и модератору, это Кевин, поздоровайтесь с Кевином. Снова остановимся на эту платформу и нажимаем на клавишу «Е». Мы завершили первый тест и получили первую вещь, давай переходим ко второму. Советую тебе не перематывать и смотреть этот ролик полностью, потому что я говорю тебе, какие ответы правильные. Процесс объединения нескольких объектов в одну модель. Это называется группировка. Что вы должны делать во время игры? Тут каждый вариант это правда, поэтому выбираем вот эту точку. Тут написано, что всё вышеперечисленное является правдой. Нажимаем «Подать». При строительстве вы всегда должны работать под одним углом камеры, например, сверху или сбоку. Это не правда. А, я прошёл этот тест так быстро, серьёзно. Всё, мне дали ещё один бейджик и почему-то не прогружается какая вещь. Но ничего страшного, в конце видоса я покажу, что за вещь мы получили. Переходим к следующему тесту. Это у нас третий по счёту, мы почти половину уже завершили. Как только вы загрузите модель в Роблокс, какое из преимуществ вы получаете? Тут выбираем опять же всё вышеперечисленное, потому что и это, и это правда. После изменения кода вы должны... Я думаю, что вот этот ответ является правильным. Да, это правильный ответ, переходим к следующему. Переменная «это». Это первый вариант ответа, потому что я немножко понимаю в кодах. Смотрите, я получил бейджик и мне дали вот такого милого питомца. Это походу на плечо, как я понимаю. Давай переходим к следующему тесту. Ваш инвентарь инструмента хранит следующее. Я думаю, что это игровые активы, как модели или звуки. Давай попробуем выбрать этот вариант ответа. «To open the toolbox, which tape...» Ага, английский пошёл. Давайте попробуем это перевести. Тут говорится, что ты должен сделать, чтобы открыть тулбокс. Я думаю, что нужно открыть кнопку «вид». Всё, это правильный ответ. Переходим к следующему. Если вы создаёте игровой предмет, например, 3D-модель, можете ли вы получить робуксы? Да, это правда, поэтому выбираем этот вариант ответа и нажимаем «подать». Всё, я получил четвёртую вещь. В конце видоса я покажу, как она выглядит. А сейчас давай переходим к пятому тесту. Честно, я не понимаю этот вопрос, поэтому выбираю «No God Color ID». Давай, пускай будет так. Так, изменения текстуры 3D-модели позволяют вам... Изменения текстуры 3D-модели позволяют вам... Изменить внешний вид модели и изменить цвет модели. Я думаю, что и это, и это, поэтому выбираем третий вариант, что всё вышеперечисленное является правдой. Отлично, правильный ответ, переходим к следующему вопросу. Дрифт Спайдер может использовать только один файл текстуры для его частей. Я думаю, что это ложь, поэтому нажимаем на этот вариант ответа и подаём. Отлично, следующий вопрос. В играх можно использовать только текстуры, созданные роботом. Вы не можете использовать свои собственные. Это ложь, потому что можно загружать свои текстуры. Всё, я получил. Ого, это что-то, это... Я не знаю, какой именно из этих предметов мне дали, но бэджик уже получен. И сейчас мы наконец-таки получим последний шестой предмет. Давай подходим снова сюда и нажимаем на клавишу «Е», и нажимаем на шестой вопрос. Тут я отвечу рандомно, потому что я не хочу сейчас сидеть с переводчиком. Если вы пару раз ошибётесь, это не так критично, поэтому давай выбираем рандомный ответ. Серьёзно? Я угадал? Так, ну я примерно понимаю, что вопрос значит, как найти... Как в эксплойере найти объект Земли? Ну, я думаю, что нужно нажать на рабочее пространство. Могу ошибаться, но я очень плохо знаю Roblox Studio. Давайте нажимаем «Подать». Это был правильный ответ. Отлично, идём дальше. Материал Земли. А, что это значит? Вода. Подожди-ка, стоп. Нет, подожди, стоп. Он может быть и как и вода, но по идее, да. Да, это правильный ответ. Идём дальше. Всё, я получил последний... Ого, смотри. Это такой ранний строй активный мне дали. Всё, бэджик получен. Давайте посмотрим, какие вещи мы с тобой получили. Офигеть, сколько аксессуаров мне дали. Давай. Ой, смотри, какая красивая кепка. Нет, кепка на самом деле прям имбовая. Посмотри, она такая разрушенная. Очень прикольная кепка. Первая это кепка-предмет. Потом получается такая аура планет. Блин, тоже прикольно выглядит. Так, в этом разделе нам тоже дали два аксессуара. Ой, смотри, как он красиво вы... Офигеть, он огромный. Это, по идее, шахтёрский рюкзак. А вот это тот самый ранний, о котором я говорил. Не ранний, пока что самый имбовый тут. Ой, это тот миленький питомец. Смотри, он цепляется. Блин. Я, похоже, попрощаюсь со своим попугаем, потому что, ну, этот реально красивее. Напиши, пожалуйста, в комментариях, что лучше, мой вот такой попугай или вот этот маленький зелёный питомец. Ой, смотри, а это я даже не знаю, как это описать, но это очень что-то прикольное. Но для моего скина, к сожалению, это не подходит. Кстати, ребят, если вы подпишитесь на мой телеграм-канал, ссылка на который будет в описании, то вы самые первые будете узнавать о новых вещах и о новых видосах. Также там будет много конкурсов на питомцев в Адопт.Ми и на Робоксы. Поэтому подпишись, если ты любишь Роблокс. Роблокс. Роблокс.